7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный парад памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Над городом пролетели 233 боевых самолета, причем преимущественно новых типов. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. Всего в мероприятии было задействовано более 22 тысяч человек. Выглядело все настолько масштабно, что присутствовавшие на параде иностранные гости были поражены. Это была демонстрация наличия свежих резервов страны, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. Какие сюрпризы ждут зрители на главной площади губернии в этом году, знает Леонид Кошман. Реконструкция парада 7 ноября 1941 года пройдет на Самарской площади Куйбышева восьмой год подряд. 77 лет назад в торжественном строю прошли тысячи бойцов, которые сразу отправились на фронт Великой Отечественной войны и продемонстрировали силу духа советского солдата. По инициативе ветеранов его основной темой на этот раз станет оружие победы. Зрелище обещает быть по-настоящему захватывающим. В едином строю пройдут расчеты из всех регионов ПФО Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Крым и других субъектов РФ. Изюминкой парада станет военная техника. Всего будет использовано 45 единиц. Это экземпляры из частных коллекций и собственность военно-исторических клубов. Впервые за все время проведения парада в памяти принято решение вынести реконструкцию за пределы площади на набережную Волги. Здесь применят пиротехнику, имитирующую боевые выстрелы. Сейчас решается вопрос о привлечении к мероприятию малых боевых кораблей. Реконструкция в этом году будет приурочена к 75-летию Керченской-Эльтигенской десантной операции. Почему выбрана именно эта тема? Потому что две морские стрелковые бригады были сформированы в Куйбышеве в октябре-ноябре 1941 года. Эта операция стала предтечей освобождения Крыма, 75-летие освобождения которого мы будем праздновать в следующем году. Особое внимание к культурной части парада. Солисты Большого театра исполнят на площади Куйбышева произведение, звучавшее в 1941 году. Также участие в торжествах примет народный артист России Василий Лановой. Нами запланирована и практика ежегодная, это подтверждает, что это вполне реально, проведение более 2000 в целом по области различных мероприятий специальных. Это классные часы, руки мужества, конкурсы рисунков, стихотворений, научно-практические конференции. Кроме главных торжеств, которые 7 ноября состоятся в центре столицы губернии, праздничные акции пройдут по всему региону.